На тебя поставили 20 баксов. И я стал рашить скаутами. На самом деле это убийственная тактика, если противник не ожидает. И если он ставит не командора первым, а отряд космиков. Противник поставил отряд космиков. То есть это все, это убийственно. Сейчас я скажу, что он поставит. Но я все равно услышал тогда. Я просто не помню, что делать. А, я с тобой снарю и думаю, сейчас я скажу, что он будет делать. Противник сам в массе. Нет, пока ничего, он не в массе. Пока все, что было. Смотрелся, я и думаю, подсказывать, что кто-то делает. Я вообще, в принципе, по стандарту сейчас могу сыграть. Вообще никак его не трогать, не дергать. Такая стандартная, размеренно так. Сейчас посмотрим. Так, он будет строить космиков. Ну, наверное, отбивать, если я еще скаутами побегу. Как-то так. Я помню еще тактику в Проломе была хорошая. Помнишь, за космиками фрешить не скаутами, а именно космиками? Ага, ну что-то такое было. Потому что они строятся быстро очень. Можно было храм этот у хаоса быстренько тыкнуть. Если космики быстрее, чем командор строится. Из-за этого их можно ставить. Да, забыл я отправить их на эту точку. Ну, я ей ничего страшного, да, как говорится. Действительно, ничего страшного. Он, кстати, внешней точки быстрее захватывает, чем внутренней. Такой грамотный входик, на мой взгляд. Да, это действительно грамотно делается. Потому что если я прибегу, вижу, что у него внешне вроде как захвачено, влуббазу могу и не ссунуться. Да, да, да. Ну, ты знаешь. Вроде он пока даже оперативнее, чем тык что-то делает. Уже к тебе бежит космиками. На левую точку твой, который захватывает, скаут. Блин, командор, это жесть. Тут на самом деле я промахиваюсь очень часто. Денег нету. Строители не загробят. Да, он нифига не сделает. Так, я сейчас точку реликву буду мешать ему взять. Он не торопится. Он командора, кстати, ведет. Отлично, мы потеряем. Что он не сильный, контролик, честно? Уже двоих потерял. Тут уже пишут, обзерверы, тупорылые космодесайнеры, только не указывают, кто именно. Там трое, ясно. Четверо. Ну, отлично, размножай, пускай тратит денежку. На базе только генератор первого построил. У него на данный момент ресурсы, в принципе, есть. Но он будет в два часа, кто-нибудь, я уверен. Ай-яй-яй, и вот сейчас я проиграю, потому что я космика своего убрать не могу. Своего героя. Точно? Да, никак, он станется, просто будет стоять на месте и дамажит. Сейчас просто выжить нужно максимум. Он меня на Т1 хочет, так смотрю, завалить. Козел. Он Т2 выходит уже? Да ну ладно. Да, он выходит Т2 уже. И он на нижнюю точку засранец полез. Правильно, потому что я на лобустройство точек очень много трачу. А он этого не делает. Да, у него 74 прирост, у тебя 86. Притом, что по мапе он даже в чём-то. Хотя нет. Не то чтобы впереди. Блин, зачем я стал снимать? Ты как своего сервитера так ведёшь за бана? Так, ладно. Все, у него готовая Т2. И 300 резко влияние. Ну, в принципе, если я отобьюсь, то... Третий генератор строит. Видимо, будет техниками, мне почему-то кажется. Нет, у него, наверное, просто не хватает генератора. Ну, у него и С2 стоит. Третий сейчас... А, да, серый не будет пока техники. Серый уже готовится. Ты давай, ну блин. Он встроил. Мне тоже нужен третий генератор сейчас. И мне нужно, чтобы его победить, нужно сейчас улучшать. Мне очень интересно нужен... А, да. Всё верно. Ты говоришь. Пехоту нужно улучшать. Я вот тоже думаю, у тебя уже есть пачка пехоты. Почему бы не сделать в неё упор? Четвёртый генератор он строит. Ну, деньги некуда девать ему. Ну, реликт я, получается, теряю. Просто теряю этот реликт. Получается, да. Он свой, кстати, так и не захватил. По приросту у него всё ещё 74, у тебя 104. Пока есть какое-то преимущество. Возможно, вытянешь за счёт этого. Ну, так я на это расчёт и ставил вообще-то. 110, 80 у него уже. Сейчас снимет твой реликт, будет больше. Война примерно выровняется. Плюс война хватает. Не, я ему сейчас мешать буду своими скаутами. Главное, мне его не просрать. Скаута этого несчастного. И просто смотреть, когда он будет атаковать меня, а просто отводить его. Скаутся эванс. Пишут, что ты проиграл. Ни хрена. Всё, ровно всё. Я делал просто переферить. Они очень приждевременно делали, потому что наверняка там... Ой-ё-ё, серый седавит. Прежде всего. Пишут, пишут, короче, что... Это очень по-копски сливает своего командора сразу. Но пишут, что ты, однако, пощий. Потому что ты гораздо лучше играешь в макрофан. Да, экономически, понятно. Ну да, типа по карте, там контроль и всё такое. На самом деле, я чуть-чуть не досмотрел командора, когда нужно было его отвратить. Ну, они примерно то же самое говорят. Типа пишут... И всё, а потом я его устрою. Ну, короче, посмотрим. Не будем тебя пока отвлекать, но... Нет, вот это мы уже не верим. ...в тебя уже не верим. Всё, я ему сейчас героя тоже солью, кстати. Он, кстати, строит себе библиотеку. Значит, он тоже будет через героев играть. Так, Славик. По ресурсам он тебя уже обогнал. Давай, до свидания, Отряд Космиков. Да, вот их, кстати, гораздо эффективнее расстреливать. Уже когда-нибудь, наверное, надо так раскидывать будут полгода. Да, там будут раскидывать. Как говно бесить. Центральная точка заключается. Убей. Пускай я не буду бацать. Всё, отлично. Он за счёт вот этих вот точек, кстати говоря, и вытягивает часть, я так думаю. Ну, да. Да, вполне. Потому что у него верхняя его, нижнюю снимают твою. И центральная брата, может, за глаз, кто-то отошёл. Строит ещё отряд Космиков. Но у него, кстати, нет оружия, пока Аня всё достроил только что. Уже достроил. Так, он там пытается... Ой-ё-ё-ё-ё-ё, осторожно. Сейчас молния-то куплю, нет? Нет. Хе-хе-хе, он станем этого. Кстати говоря... Командор Капеллана убивает. Ну, рубал. Нет. А, да, я быстренько присоединила его, и всё. Прочит отхититься, потому что это, блядь, капеллан неповый. А вот плазма — это не очень приятно. У меня тут пока космику пускай захватывают. Реликцию выстраивай быстренько. И не забывай в Т-3 выходить пока есть возможность, наверное. Да, в Т-3 нужно. Потому что он всё ещё строит космику, а он в Т-2 пока. Не потеряйся, вот тут, главное, не увлекись. Я чисто, ну, подошёл, раскидал немножко, и всё. Строитель всего ёбурта. Он пишет, обзорваны все ещё с ума сходят, когда вы видите огнемёты, у тебя пишут, что огнемёты? Лол. Типа. На самом деле, огнемёты здания даже хорошо. Да я-то знаю всё это. Это они просто, знаешь, привыкли. Плазма болтеров и всё. Идёт окей. Да, Плазма болтеров всё больше ничего не ждёт. Мне бы сейчас очень круто... Твои космики, если выше чуть поднимутся, увидят пачку космиков ещё не готовых вражеских. Возле реликта вражеского. Они чуть выше стоят с болтерами, сейчас начнут поливать тебя. Нах размножаем. Ну ладно, я аж честный игрок. Пойду скаут. Тебя входят. На реликте на вражеском, сейчас будет беда у твоих космиков. Их с двух сторон съёмнут. Туда, куда ты бежишь, там враги. Важный путь. Важный путь. Важный путь. Важный путь. Как избежать, называй, это западнее. Так, 133 прироста. Техника пошла. А нет, там всего лишь жарина. Пока что, он будет птикомобильно транспортироваться. Мне не нравится, что все ключевые точки были в его. Были у него? Да, но у него сейчас центральная ионная и нижняя. Ты только одну стену. Вот ты очень плохо строишь орбитальную станцию, мне кажется, потому что ее снесут, блядь. Она мне только нужна на пару секунд будет сейчас. Буквально на пару секунд, ну чтоб. Улучшение ты вооружения все провел? Да. А нет, не все. Одно осталось. Самое важное это я ставил. На урон. Столько хп вкачал. Все, агрейный к тебе выдвинулся. На твой реликт. Там где ты меня строишь. Сейчас убьют строителем, нахуй, ужас-то. Нужно. ОООН ЖИТЬ! Блин, жарко. ООО, Тюбридейлс с рейдом. ОООН, ВСКУЛ, СЛАЙМИ ПИТА. Щас, скауты. Скауты, 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 а что же скаутами сделать то? Противник С3 тоже почти вышел, тебе нужно поторопиться, пока у тебя есть преимущество и раздолбать его. Ну или хотя бы урон нанести какой-то. Потому что как раз у него пока только то, что у него было. Он ничего нового не построил. Нужно прийти туда, куда ты бежишь, подниматься к нему на базу. У него там и библиарий, и вооруженный арморий, если снесешь, не сможет пулемет удаваться. С терминатором. Только свою базу каштоженок тоже лазит на птп, но это очень тяжело тебе будет. Я тебе скажу, где он будет строить орбитальный арморий, он в итоге делает невидимых, этих самых скаутов. А у меня библиарий видит их, так что это толком ничего ему не дает. Так, он строит у себя возле штаба дальше чуть-чуть. Он, ну как, он рассчитывает против терминаторов, против себя, это говно. Не, в общем, не работает. Сейчас еще гранатку ему кину. Но. Ну, пока что он не плотно стоит. Потому что он врубил эту хрень свою. Тебе нужно базу сносить, не надо отвлекаться. Снимать точки там параллельно, здесь какое говно это все. О, у тебя танчик уже готов. Но у него же техники нету, да, нечем у меня там. Пока нет, но он строит терминаторов уже. На себя вот это вот, в данный арморий. И все. И он там будет без пулемета, он строит как раз в поддержке, а от них мало толку без пулемета. О, ракетница у него есть, кстати. Твой танк убьют. Блинка. Терминатор. Эдренол, точнее. Терминатор на штаб, да и все. Терминатор на spiccoz-динвел hvisов. Да, а это что бы умнее. А это что бы думает? Возвращается на базу своей армии. Я ему, потому что это самый снес. Айййййййййййй. Нужно сейчас прокачаться. Телепортить меня. А, без телепорта? Лучат бы ничего пригодился Male. Танк видимо тебя же на базе не стоит. все у всех там экстаз просто ты пиздил что выиграет свет кэнди а тут поинтер выкуси теперь застанет и перед носом обожаю молотую терминаторах читерские да он станет хорошо причем любого . даже монолит почему-то за космиков вот не очень сильно играл это задумка была хороша но честно он очень много ресурсов на все пойми что вообще а рина вот это все то есть ну как бы рина вот он построил предреты космиков один свой построил второй второй свой построил третий только 3 у него жил то есть зачем ну видимо он хотел просто очень даже неплохо задумано было ты быстро в т3 вышел и грубо говоря очень неплохо вышло просто у меня такая всегда тактика что я сначала экономически развиваюсь потом когда есть ресурсы я начинаю быстро наращивать огневую мощь и создавать мощную которая не будет мобильный она не мобильная совершенно но мощно ну шо давай все один на один должна тоже работать тактика ульдаров с этими турельками если честно я ж помню практиковал на фотоморге хоть я и не очень один на один играю но мне приказывают у меня тогда нас насилили на самом деле что говоришь? что говоришь? меня так один раз все таки снесли когда я за космиков играл против ульдаров мне реально просто навязали бой на середине карте я не успел отойти и смотрю там уже эти турельки тут портируются здесь никто эту тактику не знает поэтому я и говорю что это очень очень неплохая вещь сразу с самого начала как-то вывыреком эти воротишки строишь с инвизом и все ну да на этом но я не помню как она исполняется я тоже не помню я не помню когда эти врата строить что я помню только одно что нужно заманить противника на свою базу и там адски дефать и потом просто дикое количество этих самых ну турельки они как бы в проломе работают потому что телепорт ограниченный вот ну это чтобы здание перенести а на фотоморге я исполнял через драконов то есть ставишь врата на базе врага и телепортируешься строителем и просто огромное количество огненных драконов оказывается на базе врага и все сносит там за секунду да тоже такая проблема пока ты всем остальным дефаешь вот так что это реально все я уже кстати создал еще одну давай а а а а Продолжение следует...